Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. У меня очень-очень хорошая новость для любителей халявы. Я халяву, ребят, очень сильно люблю. Ещё я больше люблю повышение количества подписчиков, поэтому подписывайтесь на канал. Буду вам очень благодарен за помощь в развитии моего начинания. На моём канале уже более 400 честных обзоров на танки и товары в магазине. Поверьте, ребят, вы не пожалеете. Подписывайтесь, ставьте палец на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Итак, по поводу, ребят, халявы. Миссия Объект 244. Где-то уже это у нас бывало, можно там всё это дело прочитать. Основной смысл очень кратенько. Можно получить абсолютно халявно Объект 244, заработав всего лишь 50 жетонов за 10 дней. Для того, чтобы понимали калькуляцию и насколько, ребят, очень просто можно получить себе данную халяву, скажу следующее. У вас есть ежедневные боевые задачи. Ребят, ежедневные боевые задачи можно выполнять, в принципе, не в полном объёме. Если за 10 дней надо собрать 50 жетонов, соответственно, можно выполнять 5 боевых задач в день. И в целом, ребят, будет вам счастье, халяву вы свою забираете. Но, ребят, сразу несколько нюансов. Лучше выполняйте сразу больше, потому что мало ли вдруг потом у вас не будет возможности по техническим каким-то причинам зайти в игру и сегодня выполнить боевую задачку. И второе, ребят, обратите внимание на то, что танчик стоит 50 жетонов. 50 жетонов, ребят, где-то уже у нас сверкали, если не ошибаюсь, шерман лозы можно было таким образом забрать. Смотрите, мне не хватает 42 жетона. Миссия стартовала сегодня. И у меня, получается, на счету 8 жетонов уже есть. Показываю выполненные задачи. Всего лишь 2. То есть 6 жетонов, ребят, у меня осталось с предыдущей миссией подобной. Поэтому, ребят, чем больше вы за 10 дней набьёте себе в копилку жетонов, тем легче вам будет получить, ребят, следующую халяву, которая будет однозначно. Разработчики периодически такие предложения выбрасывают. Поэтому не теряйте время и по максимуму выполняйте боевые задачи. Что касается самому объекта 244. Ну, понятное дело, что это не имба. Понятное дело, что это просто в коллекцию. Ну, или для тех ребят, у которых прям совсем нет возможности приобретать себе какие-нибудь премиумные машинки. И им, я больше чем уверен, вот этот вот тяжик 6 уровня очень себе даже подойдёт. Согласитесь, как для халявы любой танк, в принципе, подходит. Согласны со мной? Согласны. Да и плюс к тому, как-никак, а фармить серебруху на премиумном танке, пускай даже 6 уровня, всё равно гораздо удобнее, чем на проходных машинах, если вы ещё не забрались куда-нибудь наверх, где можно нормально зарабатывать серебрянки. Что касается технических характеристик, безусловно, преобладающее большинство технических характеристик необходимо заценивать непосредственно в самих боях. Но вот что касается орудия, что-то можно посмотреть уже здесь. Давайте так, средний урон для 6-го левела, согласитесь, 200 единиц, очень себе даже нормально. Что касается бронепробития, 147 для 6-го уровня тоже, в принципе, довольно неплохо. Маловато, конечно, хотелось бы, чтобы здесь было 157, а не 147. Но это я уже, наверное, больше придираюсь. Время перезарядки просто шикарное, 6.71, но, ребят, это заявленное. А на него можно ещё оборудку поставить, амуницию поставить. Короче говоря, я думаю, что можно довести до меньше, чем 6 секунд время перезарядки. И когда у вас будет меньше 6 секунд время перезарядки при 200 единицах альфы, ваш ДПМ поднимется где-то приблизительно до 2 косарей. Но это я так, просто, навскидку, навзглаз, да. Как говорится, это не точные данные. Но, ребят, улучшите данное орудие и будет вам счастье. Безусловно, время сведения очень подкачивает. Поэтому, скорее всего, что-то из оборудки или амуниции надо будет ставить именно на улучшение времени сведения. Что касается разброса на 100 метров, то 0.364 для тяжёлого танка это вполне приемлемая цифра. Но, опять-таки, необходимо заценивать её в бою. Ну и, честно говоря, углы склонения минус 6. Ну, меня, честно говоря, не удивляют, потому что машина очень сильно похожа на ИСов. Ну, а ИСы, в принципе, никогда у нас, ребят, особо хорошими углами склонения не хвастались. Но, ребят, здесь есть плюс-минус какая-никакая броня для своего уровня. А значит, в целом, ребят, против своих одноклассников 6 уровня машина должна отыгрываться, как для халявного танка, очень даже себе годно. Насколько годно, это мы с вами посмотрим чуть позже, когда выкачаем данную машину. Я уверен, что огромное количество ребят захотят данную машину себе заполучить. Тем более, учитывая тот факт, что заполучить её можно практически ничего не вкладывая. Просто играя себе в удовольствие, параллельно выполняя боевые задачи. Вот такая вот новость, ребят, из магазина. Заходите в игру, если это видео вы посмотрели раньше, чем попали к себе в игру. И помните, что старт выполнения боевых задач уже положен. Старт начинается 9-го числа по Европе. Возвращаемся к ленте новостей, миссия, да, опускаемся ниже и смотрим. В Европе началось с 9-го января и продлится по 19-го января по 13.00. В течение данного видоса здесь вот наверху будет ссылочка, где вы можете посмотреть видео и в описании к видео посмотреть ссылочку на сайт, на котором можно преобразовывать время центральное европейское к разнице во времени, к тому городу, в котором вы находитесь. Не поленитесь, если вы не знаете, что такое центральное европейское время и какая разница с вашим населенным пунктом, где вы находитесь. Переходите по вот той ссылочке, о которой я говорил и будет вам счастье, будете знать, когда что происходит в игре. Ребят, на данный момент у меня все. Если вы за хорошее, честное видео подписывайтесь на канал, буду вам безумно благодарен. Возвращайтесь, ставьте палец на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Всех благ, всего хорошего вам мира, побольше, больше, больше, больше халяв, ну и всего хорошего и спокойствия в первую очередь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok